Так, расписываем символы сравнения в явном виде с использованием волновых функций основного расстояния. В конце второй лекции, где это был такой раздел, который я обозвал заготовка на будущее, я показал, как соведие по волновым функциям основного расстояния от не этого произведения оператора в Газинбергском представлении переписать через эти же операторы в представление взаимодействия. Так вот, давайте с операторов Газинберговских переходим к представлению взаимодействия. Здесь просто конкретно два оператора, операторов Пси Х представление взаимодействия, при таком переходе возникает С-матрица, содержащие в себе взаимодействия. И для нормировки это делится на среднее значение С-матрица. Ну, вот это нижнее выражение я вообще кратко обозначаю просто. Вот нижнее выражение – это среднее. Без этих слов. Дальше. Выупреждаем сразу. Дальше, когда мы будем строить всю эту технику, я нигде у операторов представления взаимодействия этот индекс Interaction писать не буду, потому что все операторы берутся в представления взаимодействия. чтобы не заговорождать, а ничего. А Розенберговские по-прежнему обозначаются стильки. Ну, дополню, как выглядит оператор в представлении взаимодействия этих. Это берется оператор в представлении Шеребенгера, заживающийся с двумя экспоненциальными обкладками, но здесь стоит не полный Гамильтаниан, стоит только генетическая энергия, по-прежнему. Энергия и взаимодействующие человека. Гамильтаниан и взаимодействующие человеческие цивилизации. Так. Дальше. С-матрица что такое, я помню. С-матрица это тоже было у нас недели три назад. С-матрица по бесконечности. Это хронологическое упорядочение такой экспоненты, который содержит интегрирование Гамильтанианом взаимодействия по времени. Если эту экспоненту раскладывать в ряд бесконечный от тыла, то мы ее можем переписать таким образом. Сумма порядок минус и в n-ной степени на n-ной степени . Дальше. Выпишу вооружение какого-то n-ного члена. n-ный член придумал. Интегралы по временам от минуса до пользы с конечности до дельта n-ный член. А дальше идет строение по основному состоянию аспиратинянного взаимодействия хронологических упорядочений. и соответственно просто если писать это разложение не в такой компактной форме а так я первый член это а вот такой t- h- t- d-t второй член ввиду d- d-t₂ 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 Теперь мы видим, что взаимодействие стоит при переходе в нашей функции эгоина в представлении взаимодействия. Габельтальян взаимодействие входит и в знаменатель, и в числитель через осматривание. То есть если разлагать числитель в осматривание, если разлагать числитель в нашей функции эгоина, то это будет так. Числитель в числитель в числитель. Значит, то равен минус 3 сумма такой же бесконечный ряд. И отличается знаменатель только тем, что под знаком хронологического упорточения в этом набор вашей интеррекшн добавляется два оператора. Отличие от знаменателя со спиртом, что у нас тут по знаковому сборе лечения, по знаковому инфегулированию появились два дополнительных оператора. И, в общем, таким образом надо как-то уметь считать функции средние по основному состоянию. Вот надо уметь считать функции первого Ки, БТ. Вот, скажем так. То есть надо уметь считать средние по основному состоянию от очень длинных произведений, где вот этих пси-функций может быть 2, 4 и 6, так сказать, любое четное число. Любое четное число, потому что каждое время у меня взаимодействие содержит четное число у них все операторы. Ну, для того, чтобы научиться эти вещи считать, надо ввести два новых понятия. Понятие первое. Первое. Нормальное произведение операторов в поле. И второе понятие. И второе понятие. Сверстка или связь операторов. Пунктик 3А. Нормальное произведение. Каждый оператор термионного поля может быть разбит на две части. По своему действию за волновую функцию основного состояния. То есть в любом операторе есть часть, назовем, рождающая, и часть уничтожающая. Вот давайте смотрим операторов стратегии взаимодействия. Мы получали явный вид этого оператора. Он совпадает с Гайзенберговским представлением для невзаимодействующих частиц. Значит, П, А. Оператор уничтожения электрона в состоянии П. Ну и вот, можно, и другую. Это у нас было полночено. Давайте разбьем суммирование ПП. По сумме, то импульс эферами и больше импульса эферами. Единица на В. Сумма по П. Но здесь суммирование идет в области меньше, чем по ферами. И второй член. Сумма по импульсам выше импульса эферами. Вот посмотрим, как эти два слагаемых действуют на основное состояние системы. Я напомню, это распределение электронов в виде ступеньки. Выше по ферами ни одного электрона нет. Выше энергии ферами. Значит, если мы действуем сам на ту, так сказать, область состояния, в среднем оператору. Ну, результат ноль тут. Потому что там и так ничего нет, и уничтожая. Значит, вот эту штуку мы можем назвать уничтожающей частью. Вот эта частица оператора. Эта частица оператора действует ниже по ферме, там, где у нас вообще сидит электрон. В каком-то, значит, двигается и п, эта часть уничтожает электрон. Волновая, так сказать, волновая функция не обращается, в принципе, ноль. А на самом деле что происходит? Вместо, так сказать, электрона образуется в пустое место, или на другом языке рождает дым ниже поверхности первой. Возпределение электронов рождается дым ниже поверхности первой. Вот это, что мы будем называть рождающей частью. Ну и чтобы, давайте, так сказать, подчеркнуть, что это влияющая часть, давайте вот А при П, П меньше про ферме, давайте переблазначим с рождественным. Как оператора в рождении отбилки. Значит, П меньше, значит, при условии П меньше про ферме. Теперь поглядим на армитово-сопряжённое аппаратное рождение. Так, давайте армитово-сопряжённое аппаратное напишем. Оператор в рождение электрона в представлении взаимодействия. Ну, значит, надо взять армитово-сопряжение от предыдущего результата, будет А, Х, С, Плюс. В экспоненте поменяем знак. Опять-таки разбиваем на два вклада. Эктермин. А коллектив П, Е минус ИП, это минус Эпсимон 0П, М плюс единица коридит В, сумма ВП больше П ферме, адрес П. Так, давайте опять-таки. Этой частью слагаем, и в этой части действуем на основном сантехе. Вот эта штука. Когда мы применяем в области больше по ферме, мы рождаем электрон. Это здесь. Значит, вот эта вещь можно назвать рождающей частью. Вот это. Действуем оператором рождения электронно-нижним по ферме. Вообще там состояние заполнено, и копытцем куповали, ничего водить мы не можем. Известно тогда, что фактически мы действуем двукратно оператором рождения на вакуумную систему, а квадратно-каратно-ноль. Т.е. вот эта штука является уничтожающей частью. Ну давайте мы уничтожающей. Перепишем там А колесо П. Для П меньше П ферме. Давайте мы будем писать оператор В. Т.е. у нас мы в результате этих подтверждений мы выделили в операторо-фермеевского поля рождающей и уничтожающей части. Ну и вот, значит, это уничтожающие части, удобно, например, обозначить где-то через оператор В, а рождающая часть из них через В. Таким образом мы можем записать. Икс. Мы собрали В в виде такого П. В. В, В плюс П, плюс АП. ЕИПР. Минус Эпсилон ноль П. Вот. Формально можно записать вид такого-такого комбинация оператора. Имея в виду, что операторы В работают ниже кофеерами, а работают и слушают кофеерами. Так вот, что называется нормальным произведением операторов? Нормальным произведением называется такое, в котором все операторы рождения стоят левее операторов уничтожения. А знак перед таким расположением операторов отвечает в чётности перестановок фермерских операторов. От исходного выражения к нормальному произведению. Ну вот, давайте поясним, значит. Вот, предположим, нам надо взять нормальное расположение двух операторов. Пописываем представление каждого из них. Значит, единица на В, сумма В1, сумма В2. Значит, надо нам расположить в нормальном порядке. Здесь, так, от первого, значит, что это будет? Так, так, так. А, вот это, разоградение. В, В1 плюс А, колес В1. Так, и от второго вклада В, колес В2, А, В2. Так, ну и ещё набор экспонентов надо написать. Е минус И, П1, L1, минус Е0, П1, П1, Е1, Е, И, П2, М2, минус Эпсилу 0, П2, П2. Так, теперь нам надо нормальным образом упорядочить то, что стоит в скобках. Функционер П2, И, П2, М2. Давайте пока переношим операторы просто-напросто. В, П1, Б, крест, П2. А, крест, П1, Б, крест, П2. Плюс В, П2, А, П2. Плюс А, крест, П1, А, крест, А, П2. Я переношим операторы просто. Дальше идёт набор экспонента. Они нам противники говорят, они просто символически обозначают. Так, дальше, что я делаю? Начинаю разгледовать эти произведения. В первом линии оператор рождения стоит правее, а нам по условиям нормализации надо, чтобы крещённые здания стояли левее. Значит, выполняем операцию нормализации. Минус ВВСВ2ВВВ1. Ну, здесь оба оператора рождения, значит, нам всё равно как нам стоят. Здесь оба оператора уничтожения, всё равно как нам стоят. Вот здесь операторы расположились уже в нормальном порядке. А плюс В1, ВВ2, ВВ2, АВ2, А плюс В1, АВ2. Ну, на полэкспонента. Так вот, чем интересно это нормальное произведение? Очень важно, что среднее от нормального произведения оператора, среднее взятое по своему состоянию только. То есть, вот среднее взятое от нормального произведения там, любого там числа. Актернатства, как эти, как это, с конистенции, так далее. С тем, как положиться в нормальном порядке, то, что у меня есть в порядке. Ну, вот, докажем, например, вот нашего конкретного случая, что у нас это действительно нормальное произведение. Вот это наше нормальное произведение. loci'ством надо доказать, что m, аh, x, 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 x. Ну, давайте смотреть. Ну давайте начнем. b, 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 b. Значит, b, 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 b. Он с этот оператором фактически работает в пространстве векторов ниже b фермии. Я напомню, что это было исходное наше оператор рождение электрона в состоянии p1 ниже b фермии. А что у нас это было? Мы не можем вводить электрон ниже b фермии, потому что нам всё уже занято. Это ноль. Поэтому, когда мы подействовали, это няде. Дальше давайте смотреть, кто ещё. Ну, допустим, смотрим, какие у нас ещё есть комбинации. b, p1, a, p2, ноль. Почему? Вот этот оператор, а, b2, основное состояние, где он действует? Операторы а действуют все выше поверхности фермии. Уничтожает там, где ничего нет, так и что, естественно, ноль. Значит, вот этот оператор рожден. Дальше. Ой, нет этого. Дальше. Ну, скажем. Так. Что мы говорим? b2 плюс p1, b плюс p2. Так. Ну, фактически, вот этот оператор, есть эрмитовое сопряжение, вот это. Если сказать, вот эта комбинация операторов ноль, то и эрмитовое сопряжение ноль. Тоже оператор. Тоже оператор. Тоже оператор. Тоже оператор. Ну и, наконец, b1, a, b2, опять таки ноль. Уничтожаем электрон выше по ферме, там нет эффекта. То есть, когда мы все операторы расположили в таком нормальном порядке, то результат ноль. Вот это то важное свойство, которое нам надо будет использовать. Так. Давайте под пунктик 3, b. Правильно, под пунктик 3, b. Свертка или связь сенького атома. Вот два у нас каких-то активатого АХ1, но это и Х2. Сверткой, его символически обозначают вот так, рисуют в мелкую скобочку с этими операторами. Либо иногда делают так, пишут АХ1, ставят индексы, СВХ2, ставят здесь индекс С с этими операторами. Это есть разность хронологического уповедочения этих двух операторов, минус нормальное уповедочение этих двух операторов. Сверткой из двух операторов называется разность между хронологическим и нормальным предлечением этих операторов. Во-первых, значит, я сейчас покажу, что из всех парных фермийских операторов только свёртка крещённого и некрещённого оператора отлично от нуля. Значит, вот ИХ1, ИХ2, вот такая свёртка не равняется нулю. Тогда как, если брать свёртку двух операторов уничтожения или двух операторов рождения, то такие свёртки равны нулю для парных проявлений. И вот во-вторых, значит, я покажу, что вот такая парная свёртка не равна нулю, более того, что свёртка двух операторов является не оператором, а С числом, функцией просто. С числом. То есть мы берём какую-то комбинацию операторов, потом мы читаем из неё другую комбинацию операторов, когда он был результат. Оператор, на самом деле, это не оператор, а просто С числом. Давайте вот рассмотрим это выражение для двух вариантов времён. Значит, считаем свёртку. Взять коронологическое расположение операторов. Так вот. И вычесть нормальное расположение этих операторов. Так Вы же написали, что это ноль только что. Что? Вы же написали, что это ноль. Только что писали, что это ноль. Вот такая свёртка. Свертка такая. Так. Есть, да? А, вот всё. Естественно. Давайте сначала рассмотрим вариант времён такой. Т1 больше Т2. Так. 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 Давайте, значит, сосчитать, чтобы это надо. Давайте у Х сперва я напишу выражение для хронологического упороточения. Давайте я напишу выражение для хронологического упороточения. Готовым выражение для хронологического упороточения. Значит. Единица на В. П1, В2. Так. Пишу разложение. В. В. П1 плюс А крест. П1. В. П2. А. В2. То есть я взял вовремя Т1 больше, чем Т2. А. Поэтому этот оператор стоит впереди. Оператор слевее стоит оператором рождения. Вот я его здесь написал. А оператор уничтожения стоит правее. Ну и набор экспонентов. Ребята. Экспоненты никакой роли здесь не играют. Помните, что здесь надо подставить и опору экспонентов этого разложения и так далее. Значит. Поэтому я пишу чисто символически. Единица на В. Так. Произвожу передножезни. В. 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 1. В. 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 Плюс А квадрат Т и АВ2. Экспоненты. Вот, значит, если взять такой порядок времен. Если взять порядок времен обратный, Д1 меньше, что это в А. Тогда Т. Переставим согласно обратному порядку времен. Значит, Х1 больше, то есть Х2 больше, чем Х1. Значит, вот этот оператор стоит левее, он стоит Пси Х2, а здесь Пси Х1. При перестановке фермерских операторов возникает еще знак минус. Ну, теперь, значит, что нам надо, значит, минус единица на В, сумма П1, П2. Берем вот эти же скобочки, но записываем теперь вот это, B плюс П2АП2. И вот эту скобочку, здесь они, B, П1 плюс АП1. Экспоненты. Поставим эти экспоненты. Первый множил, если мы перестанем единицу на В, П1 плюс АП1. П1 плюс АП1. Экспоненты. Все. Значит, мы теперь знаем, как выглядит тремь проявлечения этих двух операторов, выраженные через операторы В и А, для двух вариантов приема. Ну, и теперь давайте проведем вычетание для двух вариантов приема. То есть, из этого выражения мы чтим аномальное произведение для одного варианта, потом из этого опять-таки вычтим. Так. Так. Давайте. Какой вариант мы это имеем? Выписываю хронологически по ограничению и считаю нормальное. Значит, единица на В, П1, П2. Пишу набор операторов от хронологического по ограничению П2, Ди, МРС, П2. Так. Я высчитаю на пологребетого от нормального расположения минус... подражения... ... ... ... ... ... Комбинация и экспонент постановки размножения обеих частей Ну, сразу всё время Остались вот эти два члена единицы на В Длинная сумма P1, P2 Плюс P2, P2, P1 Длинные экспоненты Теперь, к сожалению, надо выписать показатели Экспоненты Которые у меня всё были Минус P1, 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 P2, P2 Вот выписал экспоненты, которые там у меня точками обозначались Ну, это что такое? Это антикоммутратор из фермерских операторов А вы знаете, что это? То есть это П1, P2 Снимаю сумму Ответ будет не так Так, значит по P Надо вспомнить Надо вспомнить, что здесь П должны действовать в пространстве по ферме Потому что вот эти операторы действуют только в пространстве по ферме О, P0, E, q2, i, P, n, e, e, q, i, p, r1, b, r1, b, r, b, r, b, r, 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 b, r Мы рассмотрели случаи времён Т1 больше Т2, показали, что свёртка отлична от нуля и показали, что свёртка это фактически С число функции. Ну теперь точно такую же надо процедуру проделывать для обратного расположения времён. Получится тоже С число функции, что и мы. Так, ну давайте сделаем дедыры, что я твой автоком начался. Положение времён Т1, С1, С2 минус нормальное расположение. Подставляем, подставляем то, что я писал для хронологического увеличения в этом случае. Значит, единица на В сумма В1, В2. Вот я написал комбинацию операторов для хронологического. Продолжение. Ну и теперь из этого надо дело вычислить вариант нормального. Так, вот этот знак почитания здесь учтём. Значит, мы надеем П1 плюс П2, В2, В2, В1. Так, ну и наоборот спонят. Вот эти два членов. Вот эти два членов. Она туда уничтожается. Так, дальше. Вот подчёркиваем вот эти два членов. А, В2, В1, В1, А, В2. По правилу антикоммутации сербинских операторов дорогого операторов вычтожения. Ну, можно ещё сделать по-другому, если вам захочется. Можно, скажем, вспомнить данное назначение. А, В2, А крест, В1 плюс А крест, В1, А, В2. Значит, вот эти действуют при В1 меньшей по аферме, а В2 пространстве больше по аферме. Поскольку В1, В2 совпасть не могут. Значит, вот это 0. Так. Вот эти тоже антикоммутации 0. И вот это. А вот это действует в одном и том же пространстве выше В1, и так далее могут совпасть. Поэтому А, В2, и пульсы В1 и В2 могут совпасть. А, В2, В1. А, В2 равняется. Принято В1, В2. В случае несовпадения, конечно, 0. А в случае несовпадения просто 1. В результате, вот если я тут учесть, ответ выглядит так. Экспонента минус 1 на В. Сумма ОП. В действует выше В1 этой суммы. Экспонент, да? Экспонента минус И, В1, минус И, В2. Экспонента минус И, В1 минус И, В2, минус Эпсилон 0 В. Для того, значит, мы сосчитались с колодком. Ну и давайте объединим оба варианта расчета для таких соотношений. Значит, оба варианта расчета с мёртвой можно написать так, в виде единого выражения. Денисово пишет полную сумму. Но вот это ограничение учтём ступенчатой функцией. Вот эти ограничения учитываем. П ферми минус П, это функция Т1 минус Т2. И вычитаем вот это, это минус П, это функция П, минус П ферми. И временная ступенчатая функция Т2 минус Т1. Так, а экспонент-то одна и та же. Е минус И, П, Т1 минус Т2. Мораль. Вот слёзка этих двух операторов, это просто на простоты С число. Теперь, ребята, поглядите на результат первого нашего часа, где я писал выражение для электронной функции глина невзаимодействующих частиц. Когда я её писал ещё в координатном представлении, вы видите, что вот эта штука по результату очень похожа. Вплоть там с точностью до него постоянного множителя пришло. Так. Вот мы получили С число. Свертка есть С число. Давайте вот эту свёртку, касаемо С число, можно усредить в основном состоянии. Фактически означает постоянную вынести за знак интегрирования волновых функций. Давайте я её усредю по основному состоянию. Значит, что такое? Фактически это С число я вношу под интеграл. С число. Так. Свертка. Значит, я беру что? Среднее по основному состоянию от хронологически упорядоченного оператора, минус среднее по основному состоянию от нормального упорядоченного оператора. Но мы же показали, что среднее от нормального произведения ноль, то есть вот эта штука, ноль. Значит, это равняется... Это равняется... Минимус этого изведения... Так. Давайте я перепишу так. У меня стояло С в таком порядке. Я переверну операторы в аппаратном порядке, но во время перестановки Клеровневских орбинаторов устанавливает знак минус. Это ноль. А здесь я операторы переставил. Нам исключено знак минус и остается. Дальше что делаем? Добавляем. Добавляем нам этот минус единицу и представляем как произведение двух. Нил единиц. А это что у нас такое? А это нулевая функция Грина. Грина. Значит, вот эта наша свёртка, которую мы начали, она поменяется из G0, X2, X1. То есть мы доказали, что свёртка этих двух операторов не нуль, что она С число, и она фактически является функцией Грина двух взаимодействующих частиц. Уважаемые функции Грина. Ну и дальше, чтобы дойти до диаграммы Грины, нам надо ещё один пункт. Пишите название пункт 3. Терорема Вика. Терорема Вика. Терорема Вика. Нам надо рассмотреть среднее от хронологического произведения большого числа фермерских операторов. Среднее от хронологического числа, среднее от хронологического и упорядоченного произведения большого числа фермерских операторов удовлетворяет теорему Вика. Она состоит из нескольких пунктов. В первом, среднее от хронологического произведения любого чётного числа фермерских операторов равна сумме всех возможных попавленных в свёрток этих операторов. равняется сумме всех возможных попавленных в свёрток этих операторов. равняется сумме всех возможных попавленных в свёрток этих операторов. Добавьте скобочков. В каждой паре операторы стоят в той же последовательности, в каждой паре операторы стоят в той же последовательности, и что есть в первоначальном произведении? Ясно, значит, что мы знаем. Второе. Знак каждого слагаемого в этой сумме определяется множителем минус единица на П. Где П? Число перестановок, которые надо сделать, чтобы поставить рядом усредняемые операторы. П? Число перестановок, которые надо сделать, чтобы поставить рядом усредняемые операторы. Третье. Среднее произведение отчетного числа операторов отлично от нуля только в том случае, если в нем содержится одинаковое число операторов в рождении, одинаковое число операторов уничтожения. То есть число Си может уменьться число операторов Си+. Ну, докажем вот эту вещь, что среднее от произведения большого числа операторов поражается через сумму возможных упаковок в рождении. Давайте мы рассмотрим пример четырех операторов. Вот давайте найдем среднее по основному состоянию. Вот это, вот это деминация операторов. Ну, давайте для простоты будем считать, что у нас Т1 больше, чем Т2, больше, чем Т3, чем Т4. То есть операторы уже расположились в правильном хирургическом порядке. И, значит, это когда мы можем записать так, как среднее оператора Си1, Си2, Си-3, Си-4. Что делаем дальше? Дальше мы должны сделать вот что. Для каждого оператора это подставить разложение через операторы Б и А из импульсного пространства. Значит, тогда это равняется единица, объем в квадрате, сумма с четырем разным импульсом. И здесь стоит такая вещь. Разложение первого оператора Б плюс Б1 А Б1. Разложение второго оператора Б1 Б2 на Б2. Разложение третьего оператора полномитов Б3 А плюс Б3. ВП4 А плюс ВП4. Экспоненты. Экспонентом до черта. Значим их так, чертым точками. И что теперь надо? Надо. Все вот эти операторы перемножать. Получится 16 штук в результате перемножения по четыре оператора. Ну, все выписывать не буду. Выпишу несколько первых членов. П1, Б2, Б3, Б4. Ну, допустим, вот я выпишу. Триднее. Б-конец Б1, Б-конец Б2, Б-П1, Б-П4. Первый, первый. Дальше. Плюс АБ1, Б-конец Б2, Б-П3, Б-П4. Какая-какая-какая-какая. Итак, 16 штук выписывать не будем. Выпишем конечное, что у нас в властях получается. А, Б1, А, Б2, А, плюс Б3, А, плюс Б4. Усереднического по основному состоянию. И вот теперь чем мы займемся? Мы займемся тем, что будем каждой такой член из четырех операторов смотреть, как он ведет себя в посрединственном состоянии. Ну, ладно. Давайте начнем с первого члена. Первый член очень прост. Б-конец Б1, Б-конец Б2, Б-конец Б3, Б-П4. Что мы про него сказать можем? Мы видим, что в этом выражении все операторы расположены в нормальном порядке. Операторы уничтожения, скажем, проверя, действуют на обстановку, потом действуют операторы рождения. Ну, по нашему, так сказать, свойству, что нормальное расположение этого ратора дает ноль, дает ноль, дает ноль. Так, давайте посмотрим дальше. Вот этот член. А, Б1, Б2, Б2, Б2. Это рейс, Б2, 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 Б2. Второй. Чему результаты у нас? Прожил. Дело в том, что мы вот эти два оператора элементарно перекоммутируем, значит, они же действуют к тому же глагодатой в полномых векторах P1 на глагодатых импульсах. Так, перекоммутация выскакивает на минус, тогда будет Bp2, Ap1, Bp3, Bp4. Ну, если мы преобладываем, то к нормальному расположению. Ну, это нормально. Вот такую штуку можно было делать с 15 членами, но один член все-таки должен дать неналивую результат. И вот этот член, который бьет с 15, вот в самом конце. Вот с ним надо немножко поподробнее. Вот я вам сам. Так. Ненормальное расположение операторов. Операторы храждения стоят левее, операторы уничтожения стоят после. Ну, что надо делать? Надо, конечно, цель перетащить все эти операторы с крестами вперед. Ну, давайте начинать с позиции используя коммутационные соотношения, Ap1. Давайте вот эти два оператора меняем. Это все равно что? Минус Ap3, Ap2 плюс дельта, P2, P3, Ap4. Так. 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 Минус Ap1, Ap3, Ap2, Ap4. И вот этот член плюс. Так. Опять-таки. Ну, это стало немножко получше. Ну, что давайте будем делать? Вот здесь, опять, перетаскиваем сюда. И вот в этом члене давайте тоже перейдем к нормальному порядку. Что здесь потихой получится? Получится среднее минус A плюс P4, Ap1 плюс дельта, P1, P4. Вот когда его здесь переставлю. Вот этот член расположился в нормальном порядке, он на основе, а от этого выключить такая поправка. Ребята, значит, здесь надо довольно долго перетаскивать эти ператоры вперед. Схему я вам показал. Результат. Вот этот последний член, который как? Легче всего получился, дает дельта P2, P3, дельта P1, P4. А вот в этом члене после долгого перетаскивания крестов вперед и доведения все туда в нормальном состоянии, получится дельта P1, P3, P2, P4. Значит, тебе хронологическое состояние запечатлено. Делаем правду. Легче всего перечисли. Результат усреднения отставляем под четырёхквартную сумму. Равняется единицу на В квадрат. Четверная сумма четырехкратная. После усреднения получилось В1, В4, В2, В3, минус В1, В3, В2, В4. Так, ну и теперь надо, к сожалению, выписывать льющую глюминацию экспонента. Так, экспоненты. В1, 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 плюс В2, В2, минус В3, В3, минус В4, В4. В1, В2, минус В3, минус В3, В3, минус В4, В4. Так, теперь давайте видим, что это сумма двух вкладов. Что мы делаем? Давайте вот в первом слагаемом берём два суммирования, потом во втором слагаемом тоже два суммирования. В результате первый вклад, который пришёл с плюсом, представляем, в таком виде единицы, в том числе на Б сумма сумма В1, 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 В4. Минус Эпсион В1, В1, В2. Ну, это уже когда мы поединок почти выиграли. И второй вклад, когда брак потаёт. Так, ну и теперь вот этот с минусом. Минус единица на В. Опять там снимаем Е и В1. Е и В1 минус Е3 минус Е0П1Т1 минус Е3. Немножить на 1 на Е2. Ещё на поле, конечно, Е1П2ЛВ минус А4. Теперь минус Е0П2, В2 минус А4. Так, ну а теперь вспоминаем наше выражение на четвертых. Вот это что такое? Первое, это есть результат. Вот здесь видите, этого нашего всякого. Вот этот первый множитель, это результат свелотки Пси Х1 и Пси крест Х4. Второй множитель. Второй множитель. Это результат свелотки Х2 и Х3. Ну ладно, чтобы вот эту скобочку так не путалось. я её, давайте, снизу на место. Минус. Так, давайте. Плюс Пси Х1, Пси Х2, Пси плюс Х3, Пси плюс Х4. Что здесь, вот это результат. Результат. Мы Х1 свернули с Х3, вот это Х2 и Х4. Так, при этом, когда мы Х4 переставляли, простите, Х3 переставляли рядышком с Х1, мы сделали одну перестановку. После этого Х1 и Х3 оказались рядом. Ну и Х2 и Х4 оказались рядом. Перестановка всего одна, поэтому в результирующем выражении выскочил знак минус. Здесь Х4, чтобы оказался рядом с Х1, надо переставить через два оператора. Поэтому в результирующем выражении я получился привычный. Значит, давайте уже, фактически я пишу здесь только лишь, как бы намечая пути связывания, а давайте мы их переставим рядышком, чтобы оно все было полотненько на 5. Значит, это равняло яйца Пси плюс Х4. Так, и второй вклад. В этом четверном произведении мы переставили Х4 и Х1. Одна перестановка. Пси плюс Х2 и Х4. Ну, вспоминаем, что каждая взлетка — это и есть средняя от хронологически упорядоченного произведения этих же операторов. То есть верхний член Т в Си Х1 плюс Си Х4 на Т в Си Х2 плюс Си Х3. Так, средняя минус Т в Си Х2. Ну а теперь давайте ещё раз вспомним определение фунуса Игоревна. Значит, Т в произведении чего-то там Х1 плюс Си Х2, оно содержало перед собой минус единицу, если у него не было функции Игоревна, тогда значит просто средняя. Это есть И на G0 и Х1 минус Си Х2. Вот каждую из этих средних цветов мы можем написать тогда с помощью вот этого первого значения. Так, первый член И в квадрате G0 Х1 Х4, в квадрате G0 Х1 Х3, G0 Х2 минус Си Х4. Ну вот, мы фактически доказали теорему Вика на примере произведения четырёх операторов. Кому охота поработать, может написать шесть операторов. Готовы. Ну, нам придётся потом рассмотреть. Давайте, на сегодня. Хочем. Напишите название пост по следующему разу. Готово. Пункт 5G. Диаграмму Фейн-Манат. Диаграмму Фейн-Манат. Такое вещь. Продолжение следует.